Это первая фотография поверхности Венеры, и вполне возможно, там когда-то могла существовать жизнь. И даже были какие-то разумные существа. В этом видео я расскажу вам, почему люди никогда не заселят Венеру, какие там условия и как они возникли. А в конце ролика вы узнаете самые удивительные факты об этой планете. Приятного просмотра! Сестра Земли в Солнечной системе Знали ли вы, что Венеру называют сестрой Земли? Вы будете в шоке, но многие параметры этих планет крайне сильно схожи. Их размеры, масса и даже плотность вообще почти не отличаются. А еще самая первая фотография с поверхности другой планеты была сделана именно на Венере. Так что это выходит, люди совсем скоро будут осваивать новое небесное тело? Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Поначалу и мне казалось, а зачем Илон Маск хочет покорить Марс, если есть более удобная для этого Венера? Как оказалось, кроме схожего размера, массы и плотности, родства с Землей у нее больше нет. Дело все в том, что атмосфера этой планеты заполнена облаками углекислого газа и серной кислоты. Естественно, в таких условиях ни один человек не мог бы выжить. А еще температура поверхности просто огромная. Она достигает 500 градусов по Цельсию. У вас может возникнуть логичный вопрос. А почему тогда первая фотография другой планеты была сделана именно на этой планете? Тут стоит отдельно обратить внимание, когда она была сделана. Это далекие 70-е годы прошлого века, когда между СССР и США шла активная космическая гонка. В те времена буквально все небесные тела были под прицелом ученых. А Венера просто стала одной из самых удобных для исследования планет, так как была ближе всех к Земле. Кстати, история этой самой фотографии, ну, очень интересная. Вау! Как сделали первое фото с поверхности Венеры? В СССР была своя отдельная программа по изучению Венеры. Она довольно долго развивалась, так что между первым запуском межпланетной станции и первой фотографией прошло целых 14 лет. Первый аппарат, который отправился к планете, носил название Венера-1. К сожалению, связь с ним была полностью потеряна, так что теперь где-то в космосе летает груда металла с научным оборудованием на борту. После этого в Союзе улучшили свои межпланетные станции. Так что через пару лет один из аппаратов все-таки смог пролететь мимо планеты и собрать научную информацию. Правда, данные, которые активно собирались, с каждым разом все больше и больше поражали ученых. Например, до запуска четвертого аппарата считалось, что давление на планете не превышает 10 атмосфер. Это сравнимо с погружением на глубину 100 метров. Стоит ли говорить, насколько это ужасны условия? Но, как оказалось позже, давление там было близко к сотне. И именно четвертый исследовательский аппарат дал понять ученым, что покорить эту планету будет довольно непросто. Ведь его буквально расплющило. Другие аппараты изучали химический состав планеты. А восьмая межпланетная станция даже достигла поверхности Венеры и взяла пробы грунта. И вот, спустя 14 лет изучения этой планеты, 22 октября 1975 года, девятый научный аппарат с камерой на борту смог достичь поверхности планеты и сделать черно-белые фото. И стоит отметить, что все усилия ученых были не зря. Аппарат поддерживал связь целых 53 минуты. Кстати, я забыл упомянуть. Когда Венера-7, это тот аппарат, который первым сел на Венеру, совершал посадку, у него был свой парашют. К тому моменту ученые не знали, что на планете есть кислотные серные облака. И они просто разъели этот самый парашют. Вот настолько жестокая эта планета. Возможно, там была жизнь. Но тот факт, что на планете есть серная кислота и углекислый газ, указывает на то, что там есть вода. А как мы все с вами знаем, вода – это один из самых важных параметров жизни, по крайней мере, в понятных нам формах. Вот только откуда она там взялась? Доподлинно никто сказать не может. Но есть один неоспоримый факт. На планете ну очень уж активна вулканическая деятельность. Вполне возможно, что когда-то на планете были моря и океаны. Но случился настоящий апокалипсис, из-за чего вся вода испарилась или превратилась в серную кислоту. Это, конечно, лишь мои догадки, но вдруг там была полноценная жизнь. Вдруг там были такие же высокообразованные существа, как и мы с вами. А что, идея звучит довольно реалистично. Венера как раз находится в так называемой зоне обитаемости. То есть расстояние от Солнца не настолько близкое, чтобы там было слишком жарко, и не слишком далекое, чтобы было слишком холодно. Так вот, может быть там жили инопланетяне, которые сами разрушили свою планету. Война или, может быть, глобальное потепление, которое вызвало повышение активности вулканов, а те, в свою очередь, испортили атмосферу и уничтожили всё живое. О таком сценарии, кстати, говорят некоторые эксперты и в отношении Земли. А как вы думаете, была ли там жизнь? Основные факты о Венере Ладно, свои предположения я, пожалуй, оставлю. Ведь я нашёл, ну, очень интересные факты о Венере. Например, вы знали, что сила гравитации на планете составляет около 90% от земной. Это обусловлено как раз тем, что Венера по размерам почти такая же, как и Земля. А ещё там бывают самые настоящие ураганы. Правда, в их центре почти невозможно выжить. Скорость ветра там достигает поразительных 700 км в час. Но меня лично куда больше удивляет тот факт, что год на этой планете длится меньше, чем день. Да-да, вы не ослышались. Вокруг Солнца Венера делает полный оборот за 224 земных дня. Но при этом 243 дня на поверхности светит Солнце. Такое происходит примерно из-за того же, из-за чего на Земле существуют полярные дни и ночи. А ещё Венера – самая горячая планета в Солнечной системе. Из-за этого она очень сильно светится. Да настолько, что на Земле в безоблачную и безлунную ночь можно легко увидеть тени от предметов. Кстати, о моей теории. Как раз-таки парниковый эффект от выделяемого вулканами углекислого газа и водорода вызвал столь сильный нагрев планеты. Вся вода из-за высокой температуры просто испарилась. А вообще на планете около 1600 вулканов, которые постоянно извергаются. К слову, на Земле их насчитывают около 4000. Страшно представить, что будет, если они все проснутся. А ещё учёные доказали, что некоторые аминокислоты могут выдержать ужасные кислотные условия Венеры. Это, если вы не знали, кирпичики нашего организма. Из них и состоят все белки организма, и, по сути, без аминокислот не было бы ничего живого. И этот факт на самом деле очень сильно поражает. Ведь если бы не огромное давление, парниковые эффекты вследствие этого огромной температуры, на Венере вполне могла быть жизнь. Даже кислотность среды не уничтожила бы всё живое. Некоторые организмы смогли бы приспособиться. Ну а в тех условиях, которые сейчас творятся на планете, ни один известный живоорганизм, включая всякие бактерии, не смог бы выжить на Венере. Как изучают эту планету сейчас? Естественно, все эти ужасающие условия, которые держатся на планете, накладывают свои особые ограничения. Температура и высокое давление – вот главная проблема учёных. Из-за этого люди почти никак не могут детально изучить поверхность планеты. Все аппараты в крайне короткий срок выходят из строя. А если бы их конструировали из свинца, он бы и вовсе расплавился. Так как же учёные делают всё новые и новые открытия относительно этой планеты? Да они просто изучают её с воздуха. Буквально. И меня поражает то, какими способами они это делают. Дело в том, что в атмосфере планеты есть определённый слой, где аппаратура учёных всё ещё может получать актуальные данные, и где она не выводится из строя. И по сути аппаратура там летает на самых обычных воздушных шарах. Правда, высота там всё равно огромная – примерно 40 километров от поверхности. Так какую аппаратуру там размещают? Конечно же, всё то, что может функционировать с воздуха. Например, сейсмограф. Вы спросите, а как это возможно, ведь он должен стоять на твёрдой поверхности, чтобы регистрировать любые колебания? На самом деле, не обязательно. На Земле это необходимо, так как тут много живых объектов, которые сами создают сейсмическую активность. А ещё воздух у нас не такой плотный, как на Венере. Так что учёные просто узнают о колебаниях поверхности по звуку, который, в свою очередь, передаётся по воздуху. Лично мне было бы интересно послушать, как звучит Венера. А вам? А ещё на такой высоте хоть как-то видно поверхность. А значит, можно сделать полноценные фотографии планеты. Этим и занялись учёные из США. В 1989 году они отправили к Венере свой космический аппарат. И он смог сделать детальные снимки всей поверхности с воздуха. Внутреннее строение планеты. Лично мне грустно от того, что поверхность планеты почти невозможно детально изучить. Ведь аппараты, которые совершали посадку на эту интересную планету, брали лишь небольшие пробы грунта. Естественно, их недостаточно для полноценного изучения планеты. Например, невозможно произвести зондирование и изучить недры планеты. Так что учёные до сих пор не знают, из чего она состоит. Я не знаю. К примеру, можно было бы получить данные о том, какое ядро у планеты. Или узнать, какие слои есть у этой планеты. Может быть, её строение было бы схожим с земным. И помимо твёрдой поверхности, была бы жидкая магма. В любом случае, столь большое сходство с Землёй наводит на определённые мысли. А ещё мне очень интересно было бы произвести какие-нибудь раскопки на поверхности Венеры. Вы только представьте, что мы можем там найти. Ведь в недрах могут до сих пор остаться нетронутыми останки возможных живых существ. Ну или признаки их деятельности. К примеру, на Земле есть нефть. А что это такое? Это как раз все те животные и растения, которые были во времена динозавров. Просто тогда очень много организмов погибло, они постепенно начали разлагаться и были погребены под землю. И вот спустя миллионы лет динозавры превратились в густую чёрную жидкость, из которой люди делают уйму полезных вещей. Такое же можно найти и на Венере. А ещё интересно изучить все кратеры, которые находятся на этой интересной планете. Дело в том, что на них часто могут оставаться осколки метеоритов, которые сами по себе несут интересные данные и могут содержать какие-нибудь признаки жизни. Рельеф и погода Венеры Но про рельеф я бы хотел поговорить отдельно. Дело в том, что там есть такие же горы, впадины и даже настоящие реки. Правда, образованы они не водой, а лавой. А горы бывают ну очень уж огромными. Например, на планете есть полноценный горный массив, который назвали в честь британского физика Джеймса Максвелла. И высота самой высокой точки планеты находится примерно на 11 километрах от среднего уровня Венеры. Вы только представьте, высота там настолько огромная, что атмосферное давление и температура в два раза ниже, чем на обычной высоте. Это место считается самым холодным на планете, правда, все равно непригодно для жизни любых организмов. А еще там достаточно неприятная погода. Хотя, если вы любите дожди, то вам бы там понравилось. Если бы они не были из серной кислоты, которая буквально растворит вас заживо. Ведь на Венере постоянно идут дожди и даже грозы. Они, к слову, встречаются в разы чаще, чем на нашей планете. И возникает такая погода как раз-таки из-за ужасных условий. Воздух в верхних слоях атмосферы двигается быстрее, чем планета сама вращается вокруг своей оси. Это и приводит к постоянным грозам и другим ужасным погодным явлениям. Лава, лава и еще раз лава. Но лично меня пугает то, как выглядит сама поверхность Венеры. Дело в том, что это, по сути, самый настоящий ад. Буквально вся поверхность состоит из лавы. Из нее как раз и состоят все те горы и другие геологические объекты планеты. А остывает она, ну, очень медленно из-за высокой температуры. На то, чтобы жидкая порода превратилась в полноценный камень, потребуются миллионы лет. Кстати, я уже говорил, что на планете есть лавовые реки. И да, они там просто огромные. Радиолокаторы ученых, которые размещены на научных станциях, показывают, что на планете есть реки, которые полностью состоят из лавы протяженностью в несколько тысяч километров. А еще на планете нет никаких литосферных плит. Так что любые землетрясения, скорее всего, извержения нового вулкана. А все, опять же, из-за того, что на планете нет воды. А лава слишком густая, чтобы появлялась тектоника плит. Оценка ученых Но меня поражает последний факт, который я нашел специально для вас. Есть один рейтинг, который сравнивает планеты с Землей. И на основании множества данных ученые делают заключение о подобии выбранного объекта нашей с вами планеты. Так вот, по этому рейтингу Венера намного больше подходит для людей, чем Марс, который и собираются покорять ученые. Но этот параметр на самом деле вообще ничего не значит. Почему? Да потому что там сравниваются основные характеристики, такие как размеры, масса и так далее. Так вот, Венера имеет примерно 78% сходства с Землей. А Марс, в свою очередь, всего 64%. Кстати, в одном из предыдущих роликов я как раз рассказывал о планетах, которые потенциально подойдут нам для жизни. На некоторых из них даже могут быть живые организмы. Но больше всего меня шокировало то, что ученые нашли небесное тело, которое на 95% сходно с нашей Землей. В общем, я настоятельно советую вам посмотреть этот ролик. Ну а в конце я хотел бы вам рассказать последние интересные факты о Венере. Например, это одна из двух планет, которая вращается вокруг своей оси по часовой стрелке. Остальные же тела Солнечной системы вращаются в противоположную сторону. А еще у Венеры нет никаких спутников. В 19 веке ученые полагали, что Меркурий когда-то был спутником этой планеты. Но доказать это они не смогли. Сегодня я рассказал вам самые интересные факты о Венере. А какие моменты и теории из этого видео понравились именно вам? Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. И в качестве благодарности принимаются лайки. До встречи в следующих видео. Пока-пока.